Чем объясняется? Сейчас тенденция к другому, что женщина старше, мужчина младше. Тенденция к этому. Чем объясняется? Чем объясняется? Именно тем, что мужчина перестаёт быть мужчиной и в роли ребёнка больше, наслаждающегося ребёнка. А как перевоспитать? Моя сестра двоюродная. Вот я сейчас микрофон говорю, ведь запись идёт, она услышит. Но это хороший пример. Из жизни хороший пример, потому что он, когда они были молодыми, она жаловалась на него. Она младше меня. Она жаловалась, что он не работает, лежит своими днями, ничего не делает. Телевизор, развлечения какие-то. А я, говорит, вот туда езжу, сюда, там товар вожу, работаю много, содержу его. Ребёнок родился у нас. Насильно жаловалась, хотел развести что-то делать вообще. Я говорю, а почему не работает? Он говорит, я не знаю. У него, говорит, какие-то странные желания, куда-то он хочет, типа во Вьетнам, куда-то он хочет, какие-то у него идей странные, какие-то опасности, ищет приключений. А я ему говорю, ты что, у тебя разум есть вообще мозги? Зачем тебе эти приключения, тебе опасность вообще какая-то? Вот если там где-то ты погинешь, где-то нас застрелят, я же долго ждать, плакать не буду, я замуж за другого иду, учти. Так он его не поддерживает. А у парня природа была как раз такая. Воин-администратор. Это природа мужчины есть такая. Ему нужен подвиг, ему нужен экстрим. А нет возможности, он лежит. Что-то у него скучно, он не хочет ничего делать. И вот он так лежал, и она не знала, что делать, и всё такое. И уже не хотела бы ни стирать, ни готовить, ничего. До развода дело дошло. А тут несчастье, как сказать, помогло в их семье. Это было на севере Сахалина, и там в Нефтегорск, вы знаете, этот город, он погиб при землетрясении весь полностью. Там были наши родственники также. И он, поскольку родственники там, сорвался с этого дивана добровольца. Туда, в это пекло, в этот очаг землетрясения, эти разломы там, пожары, людей спасали, они доставали. И там все поражались, какой это вообще герой. После этого его заметили, он потом стал мэром города. Понимаете, что нужно было? Дождался своего подвига. Да, да, да. Он просто нашел приведение, понял свою природу и сразу понял, что нужно ему делать. То есть это очень важно, реализовать свою природу. Вот мы об этом говорим. Поэтому мужчина воспитывается в Аскезе, вот там он только сможет познать свою природу. Если у него тут секс, там кухня, там мягкий диван, два шага вперед телевизор, два шага назад туалет, Реванецкий говорит. Это не мужчина, это какой-то тюлень просто, бревно, которое пилить нужно, и что с ним, толку от него вообще. Мне повезло в том смысле, что в 16 лет уже я жил с родителями. Я знаю одного беспризорника, ребенка, мы там его подняли на Дальнем Востоке. В 9 лет его нашли на помойке, отбросы ел там какие-то. Алкоголики родили. В 9 лет. Он сейчас миллионер в России. Потому что самостоятельно начал все делать. Ему немножко помогли, и все, он знал, как жить, понимаете. Для мужчины нужна аскеза. Для женщины нужна сильная аскеза. Для нее аскеза материнства. В семье достаточно аскезы. Для мужчины нужна аскеза. Мы говорим, не ешьте то, не делайте это. Регулируйте сексуальную жизнь. Живите в аскезе. Станьте мужчинами. Станьте сильными. Где разум? Потеряли разум. Аскеза нужна. Аскеза очищает чувства, разум. Все дает силу. Любая йога дает аскезу. Вы оздоравливаетесь. Любая диета оздоровительная. Это аскеза. Ограничение. Вы оздоравливаетесь. Аскеза мысли. Аскеза речи. Аскеза пищи. Во всем нужна аскеза. Какие-то правила ограничивающие. Здоровая про жизнь называется. И будет настоящий мужчина. Не балуйте. Что он там в комфорте. Вы ему служите. Он пользуется этим. Эксплуатирует вас. Что такое аскеза? Добровольное ограничение. Аскеза. Вот как мы сказали. Отказ от того, другого, от этих лишних вещей отказывается мужчина. И он становится сильным. Характер проявляется. Тот, который должен быть. И добивается своего. Все он достойный. Субтитры создавал DimaTorzok